всем привет в этом видео разберем один из сервисов компании rocketon конструктор лендингов для того чтобы получить доступ к этому сервису необходимо зайти на сайт rocketon.mba далее оплатить подписку и перейти в раздел сервисы здесь нажать кнопку открыть прежде чем начать некоторая вводная информация лендинг это одностраничный сайт целью которого является сбор контактных данных посетителя в обмен на какой-то лид магнит на какую-то бесплатность на какую-то регистрацию и так далее в конструкторе лендингов rocketon можно создавать такие одностраничные сайты ну и кроме того также и продающие одностраничные сайты информационные сайты и даже многостраничные сайты для того чтобы начать нажмем кнопку создать новый сайт под новым сайтом подразумевается проект в одном проекте у вас может быть несколько разных одностраничных сайтов страниц для того чтобы объединить их какой-то одной общей целью например если вы продвигаете проект rocketon то соответственно ваше название проекта может так и звучать rocketon если же вы на конструкторе лендингов создаете сайты и страницы для какого-либо другого проекта то вы можете назвать этот проект соответствующим названием пишите название и нажмите кнопку создать далее есть две опции первая опция это создать новую страницу это мы рассмотрим чуть позже и вторая опция клонировать страницу по url что это значит например вашего наставника уже есть готовый лендинг и он может передать вам ссылку на этот лендинг для того чтобы вы его копировали дублировали в свой аккаунт таким образом не создавая эту страницу с нуля и все что вам останется сделать это нажать вот эту кнопку клонировать страницу по url далее вставить сюда ссылку который вам передал ваш наставник нажать кнопку ok и эта страница дублируется ваш аккаунт дальше нужно будет просто открыть эту страницу в редакторе и изменить реферальную ссылку вашего наставника на вашу реферальную ссылку чтобы люди подписывались именно под вас но мы рассмотрим создание новой страницы с нуля нажимаем кнопку создать новую страницу здесь важно понимать что значит название страницы в данном конструкторе под названием страницы подразумевается так называемый title или заголовок страницы это то название которое выводится в адресной строке браузера когда мы подводим туда мышку сейчас покажу наглядно я подвожу мышку на вкладку rocket он партнерская программа и вижу здесь вот такой заголовок rocket он построй мечту или как в этом случае rocket он образование также этот заголовок будет подтягиваться когда вы будете размещать ссылку на вашу страницу в социальных сетях и и чтобы к этой ссылке подтягивалась не название типа главная страница или первая страница или моя первая страница тестовая страница нужно обязательно сразу же продумать название этой страницы в соответствии с тем что вы будете на ней делать естественно вы можете для тренировки создать тестовую страницу так ее и назвать тестовая но для уже рабочей версии страницы вам нужно будет создать название которое будет соответствует целям и содержанию этой страницы и так еще раз нажимаю создать новую страницу мое название страницы партнер в деле партнерский бизнес по рабочей модели с доходом в криптовалюте нажимая кнопку создать создание лендинга на конструкторе осуществляется с помощью блоков из библиотеки это заголовки и текстовые блоки изображения колонки разделители кнопки видео навигация и html код давайте пройдемся по каждому из этих блоков рекомендация следующая для того чтобы понять как работает тот или иной блок те или иные настройки открывайте каждый блок вставляете его на страницу и далее в настройках и в содержимом изменяйте разные параметры смотрите что у вас при этом получается то есть что за что отвечает я буду показывать лишь основные моменты потому что если уделять внимание каждому элементу в настройках то на это уйдет очень много времени во первых а во вторых вы в любом случае не запомните абсолютно все и вам придется открывать и смотреть какой блок какое поле какая настройка какой элемент за что отвечает ну что ж давайте начнем удалить сейчас этот блок и заново начнем заголовков как мы уже видели есть два формата заголовков вот такой и если мы через плюсик добавим еще один то вот такой блоки между собой можно менять местами с помощью вот этих стрелок также блоки можно дублировать и блок можно удалить как мы уже это видели чтобы редактировать текст в блоке есть два режима первый режим непосредственно самом поле то есть в этом же окне и второй режим это перейти содержимое и поменять текст здесь здесь же мы можем изменить размер заголовка цвет заголовка шрифт заголовка и да то же самое сделать с подзаголовком и текстом описания форматирование также стандартная можно выделить жирным курсивом подчеркиванием зачеркиванием увеличить или уменьшить шрифт увеличить или уменьшить межсрочный интервал выделить цвет определенным текстом создать цвет фона и также выровнять по левому краю по центру или по ширине ну и кроме того также можно вставить и смайлик после редактирования нажать сохранить закрыть и увидеть изменения быстро изменить и текст и размер и шрифт и так далее можно просто вот таким выделением здесь меняется шрифт размер межстрочный интервал ну и все остальное форматирование в настройках блока заголовка мы можем изменить например высоту секции посмотреть что из этого получится изменить отступы рабочую область верхний отступ сделать например и нижний отступ сохранить и закрыть и посмотреть но сейчас не очень хорошо видно потому что все на белом фоне но смысл в том что вот эти отступы от нижнего края секции и от верхнего края секции они сейчас увеличились то есть они были по умолчанию 60 сейчас они стали 105 там же в настройках можно изменить цвет фона вот сейчас цвет фона стал серым или загрузить фоновое изображение также можно вставить видеофон для этого сюда нужно подставить ссылку с youtube например давайте вот такую подставим сохранить и закрыть ну естественно нужно будет изменить цвет в таком случае в таком случае да то есть я просто показываю возможности конструктора для того чтобы вы понимали как в нем работать удалим видеофон вернем цвет пойдем дальше вот этот блок я сейчас удалю и добавлю сюда текстовый блок есть несколько форматов текста простой текст текст с тонкими разделителями текст с картинкой справа текст с картинкой слева выберем текст с разделителями перейдем в настройку перейдем в настройку здесь мы можем увеличить или уменьшить верхний и нижний отступы также добавить цвет фона или загрузить фоновое изображение также можно подставить видеофон и цвет линии можем изменить размер шрифта сделать его жирным ну и так далее следующий текстовый блок с изображением работа с текстом осуществляется по аналогии а чтобы изменить изображение нужно перейти в раздел содержимое здесь перейти вниз и загрузить свое изображение нажимаем сохранить и закрыть в конечном итоге у меня получилось вот так следующий блок изображения здесь можно выбрать просто формат одиночного изображения или формат слайдера изображений давайте выберем первый просто изображение переходим в содержимое загружаем изображение здесь можно оставить это изображение размером по умолчанию то есть таким какое оно и было изначально но можно также выбрать ширину то есть вот мы видим что 100% можно выбрать и тогда изображение устанавливается именно в том размере какой этот размер и есть у картинки или мы можем уменьшить это изображение скажем до 6 колонок и посмотреть что получится возвращаем обратно на 100% на изображение можно установить ссылку чтобы при клике на картинку открывался какой-то сайт можно также поставить галочку открывать в новой вкладке также для картинки можно установить заголовок выбрать шрифт и цвет например напишем презентация посмотрим что получится вот этот заголовок разместился под картинкой то есть ваша задача при создании лендинга просто тестировать все изменять разные поля и смотреть что из этого получается чтобы вы четко понимали что вот этот параметр это поле отвечает вот за такую-то функцию и когда я это делаю у меня получается вот так и так и таким нехитрым способом вы сможете легко разобраться в конструкторе лендингов от rocketon так сейчас я уберу заголовок и добавлю еще один формат изображений это слайдер слайдер это меняющиеся картинки переходим в раздел содержимое и здесь вы сможете загрузить собственное изображение установить время задержки слайда в секундах чтобы слайды автоматически менялись установить высоту слайдера можно установить во всю ширину экрана включить индикаторы слайдов или отключить индикаторы слайдов ну и кроме того вы можете также добавить новый слайд если вам недостаточно 3 или удалить если вам не нужно 3 а скажем вам нужно всего 2 я сейчас увеличил немного высоту уже интереснее следующий блок колонки здесь все просто либо это 2 колонки текста либо это 3 колонки текста редактирование текста стандартное переходим к следующему блоку кнопки есть два формата кнопок обычная кнопка и кнопка с изображением рассмотрим первую перейдем в содержимое здесь можно установить размер кнопки добавить ссылку куда будет вести эта кнопка при нажатии выбрать галочку открыть ссылку в новом окне изменить текст на кнопке изменить цвет текста изменить цвет текста при наведении чтобы продемонстрировать как это выглядит просто чуть чуть сейчас добавим серого цвета цвет фона цвет фона при наведении сделаем например чуть потемнее вот такой скругление углов можно установить также и обводку установить цвет обводки цвет обводки при наведении не будем менять отсюда копируем сюда вставляем чтобы был одинаковый также можно добавить тень непрозрачность тень при наведении непрозрачность скорость анимации при наведении и текст кнопки за главными буквами ну давайте например так и сделаем теперь при наведении на кнопку будет меняться цвет кнопки и сам текст следующая кнопка это кнопка с изображением переходим в содержимое здесь мы загружаем изображение нашей кнопки ну например пусть это будет вот такое изображение можно установить ширину и высоту ну скажем у меня очень большое изображение это поэтому сделаем поменьше содержимое по центру сохранить и закрыть вот сейчас соответственно вот это изображение является кнопкой ну естественно сюда можно добавить настоящую кнопку то есть изображение настоящей кнопки ну просто у меня сейчас под рукой не оказалось я поэтому добавил вот такой логотипчик соответственно при нажатии на него будет открываться ссылка которую я указал в настройках вот здесь сейчас ничего не указываю суть вы понимаете следующий блок видео добавляем переходим в содержимое и здесь вставляем ссылку на YouTube видео здесь можно поставить или убрать галочки автовоспроизведение насколько я помню не работает но давайте попробуем включить чат это для трансляции например проводился какой-то вебинар в YouTube и с правой стороны есть чат так вот можно включить этот чат или отключить если хотите или не хотите сохранить и закрыть нажимаем предпросмотр да ну вот автовоспроизведение здесь нет ну соответственно нажав на эту кнопку запустится видео возвращаемся к редактированию еще один блок это навигация это меню которое размещается в самой верхней части страницы экрана есть меню с логотипом и меню без логотипа перейдем в настройку цвет фона уберем то есть сделаем белый цвет а цвет текста наоборот сделаем черным сохранить и закрыть и далее мы можем этот блок поднять на самый верх чтобы вот так не мучиться конечно можно было добавить этот блок не здесь внизу а просто подняться сразу вверх и вот здесь нажать плюсик выбрать навигация и выбрать вариант это конечно намного проще переходим в содержимое здесь загрузить изображение выбираем логотип и пункты меню и пункты меню сохранить и закрыть давайте вот этот блок удалим чтобы он не мешался вот сейчас соответственно у нас логотип есть три пункта меню о проекте зарегистрироваться задать вопрос в пункты меню мы можем вставить ссылки нажимаем содержимое и видим что напротив каждого пункта меню есть поле с адресом ссылки давайте здесь заменим на презентацию и например адресом ссылки будет являться ссылка на youtube презентацию на вебинар в адресе ссылки зарегистрироваться мы можем подставить свою соответственно реферальную ссылку и задать вопрос мы можем здесь подставить например свой аккаунт социальной сети чтобы человек мог перейти по этой ссылке и связаться с вами напрямую и перейдем к последнему блоку код нажимаем здесь есть html код переходим в содержимое и сюда мы соответственно можем подставить любой html код со сторонних каких-то сервисов какие-то скрипты счетчики и так далее я сейчас установлю код онлайн чата сохранить и закрыть и вот он уже появился давайте нажмем на предпросмотр вот появился значок онлайн чата возвращаемся к редактированию мы разобрали работу каждого блока конструктора сейчас вы можете создать тестовую страницу и поэкспериментировать поэкспериментировать потестировать понажимать посмотреть на каждую кнопочку на каждую настройку и понять как этот конструктор работает на практике а в следующем видео я создам небольшой лендинг для автоворонки в этом видео я создам лендинг под автоворонку мини курса начнем я хочу добавить блок навигация и использовать только логотип для этого нажимаем вот этот блок перехожу в содержимое загружаю изображение удаляю пункт меню сохранить и закрыть перехожу в настройки изменяя цвет фона на белый сохранить и закрыть остается надпись добавьте пункты меню в панели содержимое хорошо давайте это сделаем какой-нибудь один пункт меню добавим все-таки чтобы он был ну например пусть это будет начать адрес ссылки напишу позже далее добавлю текстовый блок мне интересен вот такой перехожу перехожу в содержимое и загружаю свое изображение сохранить и закрыть здесь очень важный момент обратите внимание на то что если у вас белый фон то вы можете использовать картинку с белым фоном но если ваш фон будет изменен на любой другой цвет или вы поставите туда фоновую картинку то важно чтобы изображение вот это было с прозрачным фоном чтобы у вас не было на каком-нибудь синем фоне картинка с краями ну я надеюсь вы понимаете о чем я говорю вот обязательно на это обращайте внимание далее изменяю заголовок у меня уже подготовлено так нажимаю предпросмотр так мы видим что здесь вот постоянно добавляется дополнительный отступ поэтому конечно следите за этим и я вот у себя буду удалять но попробуем сейчас опубликовать открыть страницу а и отступ все равно остается но по всей видимости это какая-то недоработка попробуем сейчас перейти в настройки посмотреть может быть там что-то удастся перенастроить так нет настройках здесь ничего нет соответственно это просто видимо какой-то баг в системе добавляется лишняя строчка а здесь вот даже две добавляются лишние строчки но хорошо как есть так и мне нужно добавить одну кнопку так здесь маленькая уберу верхний отступ так здесь маленькая здесь сделаю сделаю меньше нижний отступ чтобы кнопка была чуть ближе так посмотрим что получилось ну получилось вот как-то так то есть у нас все умещается в один экран это очень хорошо чтобы человек не крутил вниз чтобы сразу увидел и заголовок подзаголовок какие-то буллеты и сразу чтобы была кнопка на кнопку я поставлю ссылку на свою автоворонку перехожу в содержимое и ставлю здесь ссылку на бота сохранить и закрыть опубликовать окей и давайте проверим как это работает обновляю страничку нажимаю кнопку получить систему бесплатно открыть приложение запустить и вот приходит первое сразу сообщение приветствую спасибо что подключились и так далее то есть это стартовал чат-бот автоворонка моего курса соответственно когда человек нажимает на эту кнопку он попадает в бота у него запускается автоворонка где я последовательно рассказываю о партнерском бизнесе и предлагаю ему подключиться в проект вы тоже можете создать свою автоворонку просмотрев мой курс пусть работает чат-бот который размещен также на образовательной платформе Rocketon MBA таким образом я очень быстро создал простой мини сайт всего лишь на один экран но этот лендинг самое главное преследует одну очень важную цель это получить подписчика и таким образом я могу набирать базу подписчиков и дальше с ними работать очень частая и критичная ошибка всех новичков тех кто ранее не создавал сайтов не обучался этому навыку состоит в том что они начинают на одну страницу вмещать всю информацию и вот это у нас есть и вот это у нас есть а посмотрите еще вот это здесь у нас вот эта ссылка перейдите сюда нажмите на эту кнопку а еще у нас вот это и так далее этого делать ни в коем случае нельзя таким образом происходит расфокус и человек находясь на такой странице не понимает что ему делать куда ему нажать самое главное для того чтобы очень просто понять как эффективно создать лендинг перед тем как вы начнете это делать задайте один простой вопрос а что я хочу получить в результате какую цель я преследую создавая этот лендинг что должен сделать посетитель он должен зарегистрироваться в рокетон в этом случае все содержание страницы будет направлена именно на это он должен попасть в мою автоворонку как в моем случае тогда я создаю вот такой допустим лендинг естественно можно продлить его и создать еще несколько экранов но мне кажется для простой странички этого вполне достаточно или я хочу чтобы посетители попадали в мой телеграм-канал тогда я размещаю одну единственную кнопку подписаться на телеграм-канал и все содержание в этом случае должно мотивировать человека перейти в ваш телеграм-канал таким образом у человека не будет расфокусировки и он будет четко понимать куда он попал что ему предлагают и что ему нужно сделать чтобы это предлагаемое получить в моем случае название партнер в деле далее идет оффер запусти партнерский бизнес в интернете по рабочей модели с нуля за три дня и зарабатывай в криптовалюте далее идет серия буллетов то есть это усиливающие выгоды первое надежный проект без рисков лохотронов пирамид актуальные навыки на образовательной платформе плюс два новых курса каждый месяц и доход в трендовой криптовалюте тонкоин официальная монета телеграм для тех кто просто не в курсе что такое криптовалюта что такое тонкоин уж телеграм то сто процентов ну практически наверное все знают и для того чтобы получить этот партнерский бизнес запустить его мне нужно нажать всего лишь на одну кнопку больше здесь ничего нет получить систему бесплатно все человек нажимает переходит дальше попадает в автоворонку автоворонка постепенно шаг за шагом этого человека греет и подводит к действию то есть у автоворонки тоже есть свое целевое действие там даже нас на самом деле несколько целевых действий об этом я рассказываю в курсе пусть работает чат-бот но конечная цель автоворонки это регистрация человека в рокетон и таким образом мы можем очень хорошо автоматизировать процесс нашей работы ну и последнее где получить ссылку на созданный вами лендинг переходим обратно в мои сайты или сразу в проект где находится эта страница выбираете страничку на которую вам нужно получить ссылку наводите на ссылку и копировать адрес ссылки готово и эту же ссылку вы можете передавать вашим партнерам для того чтобы они смогли клонировать страницу по вашему url на этом все конверсионных вам лендингов в описании в описании в описании Продолжение следует...